Михаил Михайлович, начнем с общего вопроса. Ведя 3-1, команда дала сопернику отыграться. В чем причина, почему не смогли удержать победный счет в два мяча? Сложно сказать, надо посмотреть повторно. Понятно, что в стандартном положении сыграли свою ключевую роль, чтобы соперник сравнял. Игра была под нашим контролем, в принципе, введя в два мяча и замены, которые ребята попросили. Серега подустал, Пеняев, Мак Длушенков попросил замену. Поэтому понятно, что войти в этот матч непросто, но, конечно, мы не имеем права, введя в два мяча, такую победу отдавать. И тогда Вы уже про замены начали говорить. Почему Артема Карпукаса заменили? Тоже нам показалось подусталой. Были неоправданные ошибки в его передачах, в его качестве. Поэтому и замены как бы напрашивались, потому что очень много брака было. Спасибо. Михаил Михайлович, добрый вечер. Ну, отдавать такой матч, скажем так, обидно. И еще можно было и проиграть в конце. То есть, как бы, вдвойне было бы обидно. Но я вот что-то вспомнил в конце матча. Вот трансляцию показывали в четверг Атланта с Ливерпулем. И Гасперин до конца не менял никого, с учетом того, что игра складывалась. Вы сейчас ответили на вопрос, сказали, что игроки подустали. Но Вы понимаете, что вот в таких матчах, когда игра складывается, хорошо идет, то вот такие замены, они вносят, конечно, не всегда, скажем так, вносят позитив. Да, Вы правы. Спасибо. Максим Кушевский, газета.ру. Михаил Михайлович, вот Вы выпустили Артема Дзюбу аккуратно 15 минут. То есть, Вы с этой заменой уже приходили на стадион, Вы знали, что сделать до начала игры. Еще раз, не помню. Вы Артема Дзюбу выпустили аккуратно 15 минут. То есть, эта замена была подготовлена до игры или по ходу игры Вы приняли? По ходу. Если бы Вы могли, имели машину времени и могли бы вернуться назад, несмотря на этот результат, Вы бы сделали то же самое, выпустили бы его на время. Ну вот, коллега сказал, игра давалась. Ребята играли хорошо. Поэтому как ребята немножко подустали, поэтому были произведены оперативные замены. Спасибо. Коллеги, если нет вопросов. Спасибо вам большое. А, Артем. Артем Кузнецов, ТАСС. Михаил Николаевич, может, Вы уже ответили на этот вопрос. Просто не сначала, но после предыдущего матча Вы говорили о том, что нужно поговорить с руководством. Была ли эта встреча, о чем, собственно, Вы договорились? Да, была. Мы поговорили. Понятно, что была сформулирована определенная задача. Мы поговорили о ней. Понятно, что ответственность была озвучена. Команда тренерская. Поэтому поговорили о многих факторах. О том, что сейчас происходит, что необходимо усилить, что с точки зрения дальнейшего будущего по комплектованию и текущего состояния команды. Поэтому все моменты обговорили. Дальше продолжали двигаться.